Добрый день! Вот эти моменты на ваших экранах. Мы отмечали то, что спутник чуть активнее начал первый период. Далее игра немножко поменялась, потому что было два подряд удаления у Окружнова и у Гарайшина. Но тогда мы даже и предположить себе не могли, что и Окружнов забьет сегодня и отдаст передачу, и Ислам Гарайшин поучаствует в заброшенной шайбе. Но это лишь было начало этой встречи, которая, может быть, получилась очень хорошо, но потом благодаря вот этим двум удалениям игра поменялась. Поменялась для спутника прежде всего. Чуть больше они стали обороняться, ладья стала чуть больше атаковать, но при этом голов ладья не забивал. Далее начался второй период, о котором мы вспоминаем лишь с улыбкой, потому что стали команды забивать голы. В частности, мы говорим про спутник. Была заброшена первая шайба в большинстве. Тимофей Кружнов ее забросил. Вот этот гол бросал Ислам Гарайшин. И там два защитника аж поучаствовали. Это Олег Зяблов. Он поперечную передачу отдавал на Гарайшин. Гарайшин бросал. А вот уже Тимофей Кружнов выкатился прямо под этот бросок, изменил направление движения шайбы. И Даниил Захаров, именно он тогда защищал оборота, пропустил первую шайбу. Мы видели хорошее спасение Даниила Захарова, но этого было мало. В итоге его поменяли. Но это, наверное, было логично, потому что четыре шайбы он пропустил. Нельзя сказать, что эти шайбы были именно его, но пропускала команда. Идем далее. Классный гол в исполнении Данилы Куркова. Роман Говорков классно поборолся, выиграл борьбу. Вот как это было. Свел двоих игроков на свободный лед отдавал на своего партнера. И Данила Курков там не промахнулся. Классная сама по себе комбинация и не менее эффектное завершение. Далее. Вот она ситуация, о которой мы тоже говорили. Олег Зяблов чуть сильнее оказался Бажухина Александра. Но Александр Бажухин 2005 года рождения. А вот Олег Зяблов 2002 года рождения. Но дело не в возрасте, а дело в том, что посильнее оказался именно Зяблов в той ситуации. Матвей Говорков свою шайбу тоже забросил. Подработал коньком. Все было сделано очень эффектно. И спутник тогда забросил уже третью шайбу. Счет стал 3-0. Далее. Точный выстрел от Семена Ионова. Но опять же не без поставления от нападающих. Семен Калинин. Оказывается, в нужное время, в нужном месте меняет направление движения шайбы. И таким образом счет становится 4-0. Мало кто мог предположить, что спутник в третьем периоде тоже сможет выдержать тот темп, который был взятым именно во втором периоде. Потому что второй 20 минутки было 2 гола. И вот в третьем периоде тоже забросил спутник 2. Далее. Глеб Лачинов подарил надежду своей команде. В игре была ладья. Но мы все прекрасно помним, как Игорь Хлопоткин заработал 5-минутный штраф. Вот это нарушение. И судейская бригада просматривала этот эпизод. Но потом определили, что нарушение было определено. Все-таки ударом в голову это большой плюс дисциплинарный штраф. А спутник в большинстве ничего интересного не создал. К большому сожалению, голов тоже не забил. Но зато, возможно, была бы красивая шайба, если бы ее засчитали от Равиле Якупова. Но этот гол в итоге отменили после долгого просмотра. Потому как ворота уже были сдвинуты. Максим Майоров, я напомню, после четвертой пропущенной шайбы заменил Даниила Захарова. Но при этом он не пропустил. Таким запомнился нам этот матч между спутником и ладьей. Борьба за плей-офф активно продолжается в молодежной хоккейной лиге. Под повторной встречей мы тоже уже сказали. Она состоится 7 февраля в 17.00 по московскому времени. На этом наш репортаж подходит к концу. Большущее спасибо коллегам за работу. Спутник с победой комментировал Максим Прохоров. Всего самого доброго вам и удачи. Всем пока!